Не допускать образования задолженности перед поставщиками тепла и воды. Такую задачу поставило правительство Московской области в 2014 году, принимая решение о переводе расчётов населения за жилищно-коммунальные услуги через единого оператора МОСОБОЛ ЕРЦ. Из 37 управляющих компаний в городском округе указания выполнили 8. Они обслуживают основную часть жилого фонда. Небольшие УКАИ компании застройщиков заняли выжидающую позицию. Переход управляющей компанией на расчёты через МОСОБОЛ ЕРЦ обсудили на оперативном совещании. Причин, по которым УКА уходит от единой квитанции, несколько – длительное согласование договоров, взимание процента за оказание услуг, да и сам механизм расщепления платежей по поставщикам вызывает у коммунальщиков вопросы. Первая причина, о которой все говорят, что если бы было расщепление платежей сразу, то есть, предположим, в платёжке пять наименований, и у каждого свой штрих-код. И если бы по этим штрих-кодам распределялись денежные средства, вопросов бы таких не возникало. Я помню, на одном из совещаний, которое проводилось в областном правительстве, руководитель МОСОБОЛ ЕРЦ сказал, что готовы идти на уступки, обговаривать и снижать эту процентную ставку. Сергей Горелов поручил провести совещание с руководством расчётного центра, на котором пересмотрят условия взаимодействия с управляющими компаниями. Но есть и положительный аргумент в пользу единой квитанции – высокий уровень собираемости платежей. В целом, по состоянию на 1 сентября, сбор в городском округе Щёлково составил 0,169%, что является хорошим исполнением платёжной дисциплины. На оперативке также рассмотрели вопрос о содержании кладбищ. Всего их в городском округе насчитывается 22. Все они должны соответствовать требованиям регионального стандарта, огорожены по всему периметру. Внутри кладбища должны быть навигационные таблички, а также места для песка и воды. В основной массе работы выполнены из 22 общественных мест захоронений. Только кладбище в Афрянове не дотягивает до регионального стандарта. По ним сейчас проводится инвентаризация. Все кладбища в городском округе Щёлково оформлены в муниципальную собственность. На них проводится плана инвентаризация. У нас сейчас на текущий момент не инвентаризированы были 4 кладбища рабочего поселка Афряново. Контракт заключен. И исполнитель в настоящее время, по моей информации, на вчера уже провел инвентаризацию двух кладбищ. На проведение кладбищ к региональному стандарту в Маврино-Рязанцах и по улице Ефремова в Афрянове в бюджете будут изысканы около 9 миллионов рублей. Обсудили на оперативке и подготовку к проведению пятой открытой спартакиады ветеранов городского округа. Она состоится 29 сентября. Наряду с традиционными видами соревнований в этом году в программу включили виз на турнике и метание гранаты в цель. Говорили и о подготовке ко второму областному фестивалю казачьей культуры. Он пройдет в следующую субботу на территории конно-спортивного комплекса «Звездная» в деревне Шевелкино. Гостям покажут конные представления, театрализованные шоу и галоконцерт звезд эстрады. Вход на фестиваль «Свободный». Михаил Налетов, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.